Мы постараемся, чтоб ты себе ни в чём не отказывал, прокачаем за копейки, отвечаем за качество мы. Всё без бана и всё красиво, на ПК и PS4, стань королём GTA, покажи свою силу всему остальному миру, и яу. Два раза больше плюшек по промокоду x2money, так что переходи по ссылке в описании и бери своё дружище. Пока мы ждём каких-либо официальных намёков и инсайдов касательно летнего крупного обновления, Rockstar потихоньку-помаленьку завозит в GTA Online действительно новый контент, а не просто скидки, бонусы и акции. Сегодня предлагаю быстренько пробежаться по этому контенту, а также обсудить возможный перенос обновы, ибо на данный момент всё намекает именно на это. Первое и самое основное, что сегодня добавили, это 7 новых арен для Deadline. Лично для меня это, наверное, самое крутое противоборство в GTA Online. Появилось оно примерно лет 5 назад и до сих пор не надоедает. Частенько записываю геймплей для роликов именно в этом режиме, поэтому за новые арены определённо лайк. К сожалению, все 7 новых мап я ещё не затестил, успел лишь только 2, в принципе круто, на ближайших стримах обязательно затестим остальные. Кстати, сейчас до 1 июля на все дедлайны в GTA Online действуют тройные выплаты денег и опыта, поэтому помимо банальной обкатки новых арен, вы также можете неплохо пофармить. Что касается переноса апдейта, дело в том, что недавно Rockstar пополнили список подиумных автомобилей в здании казино. Теперь он выглядит следующим образом. Hotring Saber, Retune MK2, Sultan RS, Hakucho Drag и Tropas Rally. В итоге, если тачки стабильно будут появляться на подиуме каждую новую неделю, то новый апдейт выйдет не раньше самого-самого конца июля. Но проблема в том, что Rockstar любят продлевать бонусные недели на 2 недели, как это было буквально недавно, когда на подиуме стояла Entity XF. Поэтому, к сожалению, скорее всего, придётся ждать вплоть до начала августа. Учитывая, что контент, который анонсили Rockstar, 8 новых каскадёрских гонок, 7 дедлайнов и несколько выживаний появляются раз в месяц, то есть гонки появились в конце мая, дедлайны сейчас, в конце июня, то и выживания выйдут также через месяц, в конце июля. Как считает TESFUNS, это будет 22 число. Новый апдейт просто физически не может выйти, пока весь этот контент не появится в игре, поэтому ждём релиз новых выживаний и следим за списком подиумных авто. Кстати, раз уж мы затронули эту тему, прямо сейчас, прокрутив колесо удачи, можно выиграть люксовый Винсер Кабриолет, крутая тачка, основой которой послужил, как мне кажется, Rolls-Royce Ghost, поэтому выбить её на халяву должен однозначно каждый, тем более есть лайфхак на бесконечные прокрутки колеса удачи, ссылочку на него найдёте в описании и в подсказке сверху. Переходим дальше, и на очереди у нас бонусы. Прямо сейчас за вход в игру игроки получат вот такую вот эксклюзивную футболку, кроме этого действуют тройные выплаты на все миссии яхты, которых уже все по 10 раз прошли. Двойные выплаты за режим Escort, я вообще без понятия что это, ни разу не играл. Ну и двойные выплаты на миссии по доставке контрабандистского груза. У кого есть ангар, в принципе, можете поформить, хотя поверьте, даже с двойными выплатами много вы на этом деле точно не заработаете. Ну и куда же без скидок, 50% на все ангары, 50% на все яхты и ремонт для них, 80% на всю одежду из категории Deadline, ну и 40% на следующий транспорт. Вот такая вот бонусная неделя, пишите, чем будете заниматься в GTA Online в ближайшие 7 дней, лично я опробую все новые арены для Deadline и подготовлю для вас объемный ролик по летнему крупному апдейту, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Все важные ссылки на мои соцсети вы найдете в описании, ну а прямо сейчас на экране появятся два ролика, кликайте на один из них и приятного просмотра. Пока!